Это уже неспроста. Мы по-быстрому сейчас с вами поиграем. Покажу я вам, что она из себя представляет. Мне, с одной стороны, такие игры не нравятся. Ну вот, не нравятся. С другой стороны, у меня один такой огромный просто вопрос к этой игре. Я, в принципе, потихонечку этот вопрос озвучу. И мы с вами, может быть, в комментариях даже его как-то обсудим. Начнём с самого начала. С самого начала. Я не буду показывать, где я там что играл. Я хочу, чтобы вы сначала посмотрели на неё и, в принципе, поняли, что это за игра. И что в ней такого интересного есть. Героев у нас ровно, вернее, как, ну, два, наверное, героя. Да, мужской, полуженский. Паралисовочка у них здесь, конечно, не фонтан, но в самой игре они выглядят довольно-таки неплохо. Давайте девчонкой побегаем. Я девчонкой не бегал. Меч и топор. Давайте мы побегаем с топором. С топором я тоже не бегал. Есть сложность авантюрист, герой. Чё у нас там ещё? Эй, тыкни, не тыкается больше, да? Авантюрист, сбалансированная сложность. Есть ученик. Ну, короче говоря, авантюрист, я так понимаю, это средняя сложность. Погнали. Играем, ребятки. Такая прям игра, знаете, я... Блин, я ожидал немножечко большего, наверное, от неё. Но в ней есть прям несколько аспектов, которые, ну, прям, я не знаю даже, как их назвать. Это РПГ, ребята. Разработчики им прям пишут большими и крупными буквами РПГ. Так, чё у нас? Проходите, садитесь. Проходите, садитесь. Мы на дно уже присёла. Куда садиться-то? Хе-хе-хе-хе. Садитесь. Сегодня я поведаю вам историю. Историю очищения. Я вам почитаю, чё она там трепет. Ща она будет зажигать. Тут всё какие дрянь, какие никогда-то давно мир был другим. Башни из камня и металла возносились в небо. Люди были свободны. Вон, видите, там города прям какие-то. Они ни от кого не прятались. Никого не боялись. Их, нас, были тысячи. Десятки тысяч. Сотни миллионов. А китайцы в квадриллион. Не то, что нынешние крошечные маленькие племена. А затем появились... Мать его чудовища. Они пришли из ржавых мест. Ну, откуда же ещё? Стали охотиться на нас. Загнали в пещеры. И расщерин. Ты прям в расщерине живёшь, походу, дело. Но они сами по себе пришли, чудовища. Другое существо воли своей направляло их. Кто же? Ну-ка, расскажи нам. Дракон. Ёкарный Бавай. Это он очистил наш мир. И продолжает делать это из того места, где скрывается. Вот сучёных где-то прячется он там, понимаешь ли. Ты, юное дитя, я? Из числа храбрейших из нас. Умнейших. Лучших. Только не я. Хе-хе-хе-хе-хе. Раз в год во тьме ржавого места пробуждается великий камень. Раз в год, окей. Он открывает путь в другой мир. Когда это произойдёт, ты отправишься туда. Нахер бы мне это надо было, старая карга. Ты найдёшь дракона, ещё чего. Хе-хе. И убьёшь его, дуров, что ли? Хе-хе-хе-хе. О, пипец, старуха выжила из ума. Чё несёт? Возможно, тебя выбросит оттуда, прежде чем ты исполнишь свою миссию. Но ты с пользой проведёшь этот год. Ты сдохнешь там, короче говоря. Станешь сильнее, мудрее и дождёшься того момента, пока камень не пробудится снова, и ты вернёшься в тот мир. И будешь возвращаться до тех пор, пока дыхание тебя не покинет. Ништяк, судьба. Спасибо, бабуля. Такая добра, прям, пока не умрёт дракон. Или ты, собственно говоря. Действительно, или ты. Хе-хе-хе-хе. Не, я бы не хотел такую бабушку, конечно. Милую, очаровательную, добрейшая душа. Ой, господи. Итак, ребятки. Приплываем мы с вами на остров. Если я не путаю это с какой-то другой игрой. Я играл, наверное, дня 4 назад мне. Поэтому немножечко могу подзабыть. Приплыли мы на остров. Так, девчонка с топором. Девчонка с топором. Вот на этой лодке, я так понимаю, мы приплыли. Вот по этому морю, океану. И, собственно говоря, вон туда, в пещеру мы пойдём. Сверху, слева у нас красненьким это жизнь, и беленьким это выносливость. Если мы бегаем, бегаем мы на пробел, у нас выносливость тратится. Вот дела. Прикидывайте, да? Если мы бьём вот так, что-то там сейчас будет у нас обучение немножко писать. Мы будем давать обучение. Ну, не знаю, чё, нажмите спейс, чтобы уклониться от атаки. Удерживайте спейс, чтобы бежать. Короче, не стырь важно это всё. Спейс, ну это просто вот так перекатывается. Это не то, что прям уклониться, да? Это так вот перекатиться. Я бы не сказал, что это уклониться от атаки. Ну да бог с ним. Причём, да, смотрите, у нас однократное нажание на спейс это перекат. А если спейс нажимаем, то мы бежим. Вот тут бегаем мы не на шифт, а бегаем мы на пробел. Собственно говоря. Так, вот так. Если мы топором машем, вот так, то у нас выносливость не тратится. Но если мы будем кого-то бить, то она будет тратиться. Как-то непонятно. Некое сооружение, я так понимаю. Это... А, ну я же играл, я вам сейчас расскажу, что это такое. Я так говорю, как будто я себя не заходил ни раз. Погнали. Это, короче говоря, научная лаборатория, ребятки. Научная лаборатория, в которой изучали как раз-таки тот самый камень. Камень, который перенесёт меня в тартарары. Вот. Картинка в игре, в принципе, довольно-таки неплохая. Она не сказать, что прям хорошая, да? Но и неплохая. Она такая, среднячковая прям. Среднячковая. Побежали дальше. Чего мы медленно-то ходим? Тут вот тоже вот к чему вот эти переходы, лифты какие-то очередные. Ничего нет абсолютно в игре. Вот на данном этапе вообще ничего, она пусто. Чего мы перебегали вот к этому лифту, я понять не могу. Почему сразу из того лифта нельзя было в следующую локацию попасть? Зачем разработчики вот этот маршрут нам продемонстрировали? Ну, этот останется только, видимо, в голове у разработчиков. Погнали дальше. Вот тут вот, собственно говоря, мы видим сей чудесный камень. Он у нас пока не работает. Вот он валяется, этот бездыханный. Тут у нас штуковина. Ей, по-моему, ключ нужен. То есть мы подбегаем, нажимаем на Е. Он тут пишет бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Эскейп, уходим. Я не буду читать. Хотите, может, там на паузу поставить, почитать на поверьте. Ничего там интересного, интересного вообще ничего нет. То есть настолько скучный какой-то диалог там. И вообще... РПГ, ребят, я потихонечку начну возмущаться, если вы не против. В РПГ есть много различных составляющих, правильно? Которые говорят, что это действительно РПГ. Первая, самая главная, наверное, составляющая, это диалоги. Логично? Диалоги, текстовка какая-то и так далее. Здесь, в игре, вон там валяется ключик на полу. Мимо не пробежите, будете играть и не пропустите ключик. Подобрали. Подобрали, он у нас где-то в инвентаре должен отображаться. Так, ладно, сюда вам чуть попозже заглянем. А у нас и не отображается, по-моему, да? Инвентарь... Чё, да? Нет? А, есть. Вот, маленький ключ. Слишком маленький, чтобы им можно было открыть дверь. Давайте, раз, коли я уже сюда залез, давайте я вам покажу. Это у нас наша девица, красотка. У неё уровень 1, возраст 18 лет. Здоровье у неё 500, сила, ловкость, магия, выносливость. Это всё, что прокачивается в игре, в принципе. Прямо это опять же, это РПГ, ребята. Тут прокачка просто зашкаливает. Целых 4 параметра можно прокачивать. Вот это да. Сумка, инвентарь. Что у нас? Железный топор. Я 2 часа играл, ничего больше не обнаружил в игре. Деревянный щит, опять же, ничего в игре не обнаружил. Ну и, собственно, маленький ключ, который мы сейчас уже и посеем. Ну, это чуть попозже вам расскажу. Но это параметры. Всё. Погнали. В общем, смотрите, инвентаря, как такового в игре. Фигушки. Пик да маленько, вот так я вам скажу. А чё система... А, надо ключ, да, тап, инвентарь. Выбираем ключ, space, использовать. Используем ключ. Включаем всё это мутотню. Е. Чё у нас там? Включаем, включаем. Загрузка, меню загрузки, отчёты. Чё у нас там надо? Доступ. Доступ. Главному компьютеру нам нужен. Отключён. Ошибка 88. Базовое управление. Отключить аварийную блокировку. Отключили. Отключена. Отлично. Доступ. Чё там? Ошибка опять. Ладно, окей. Базовое управление. Запуск, выполнение. Давайте предписание 13 запустим. Хрен он его знает. Эээ, так. Ну, я думаю, что это, в принципе, в принципе, это всё, что нам надо было сделать. Выход из системы. Так вот, инвентаря, как такового, нет. Предметов нету ни херашечки. Два часа я в неё играл. Два часа. Ни одного шевого предмета я не нашёл здесь. Ни одного. Но она прячет топор за эту запазку, что прикольно. Причём она прячет... Хе-хе-хе-хе-хе. Ну, чтобы вы понимали. Сейчас обратите внимание на то, как она прячет. Так, а чё я сюда бегал? Чё тут я вообще находил? А-а-а-а, смотрите, короче, штука такая. Там ходит какой-то чувак. Вон там. Сейчас я вам покажу. В общем, мы с помощью камней, вот который там был камень, мы телепортируемся в другие миры. В других мирах мы находим какую-то херобору. Благодаря этой хероборе мы возвращаемся сюда-обратно. И открываем какие-то двери здесь на станции. Там вон какой-то хер ходит непонятный. Открываем какие-то двери, которые сейчас заперты. Попадаем в новые помещения. Там находим какие-то новые хероборы. Новое развитие сюжета. И уходим в какой-нибудь другой очередной мир. Там опять что-нибудь находим. Опять открываем какие-нибудь двери здесь. Она уже подустала. Потому что вот здесь у нас, ребятки, вот она дверь. Но чтобы её открыть, нам надо... Надо какую-то карту найти. Вот. Вон там главный камень красный. Здесь учёные были. Они вот с этих... С помощью вот этих камней куда-то телепортировалась группа учёных. И, короче, она там всё пропала. Тринь детцем наступил. Собственно говоря, мы их там найдём в другом мире. И найдём карту. И благодаря этой карте попадём в ту дверь. Я вот вангую просто всё это... Весь этот сюжет уже наперёд. Вот. Попадём туда. Собственно говоря, там откроем ещё какое-нибудь новшество. Попадём в следующий какой-нибудь мир там и так далее. И так вот будет всё потихонечку развиваться. Пока мы не дойдём, собственно говоря, до дракона. Вообще, чтобы до дракона дойти, надо убить трёх защитников. Каких-то драконов. Убьём трёх защитников. И, собственно говоря, потом будет сам дракон. Сюжет огонь. Бомбический. Невероятный сюжет. Потрясающий. Диалоги, которых нет абсолютно в игре. От слова совсем практически. Так же, как и инвентаря, собственно говоря. Его тоже нет, ребятки. Загрузка. Я у меня загрузка. Чё там? Чё, чё, чё провести? Инициализировать датву. Датву инициализируют. Всё, мы инициализировали камень. Вот. Инвентаря нет. Диалогов нет. Прокачки нет. И мне интересно прям вот этот главный мой вопрос к разработчикам. А что же здесь от RPG, ребятки? Здесь мы выбираем, куда переместиться. Клавишами A и D. Сейчас у нас только один вариант. Туда прямиком вперёд. Поэтому туда, в принципе, мы и отправимся. Спейс, путешествие. Погнали. Вот. Потом у нас будет, соответственно, уже мы между камнями вот этими сможем путешествовать. Камни это также точки сохранения. Добрался до камня, ты сохранился. Не добрался до камня, ну, 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 извиняйте. Так бывает. Покажу ещё один нюанс с этими камнями, который меня просто добил. Я, может быть, и поиграл бы теоретически в эту игру, но он меня просто убил. Просто убил. Так вот, разработчики, товарищи, если вы RPG делаете, там должно быть, наверное, много всего интересного и классного. А здесь почему-то всё то, что в RPG должно быть, почему-то в этой игре этого всего нет. И я не могу понять, почему нет. Вот. Загадка. Так, атака, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Тут у нас всё просто. Нажимаем вот так правой кнопкой щит, он нас ударил, потом его три раза так контрапутим. И готов, чувак. Всё. Сложности вообще никаких просто. Идёт ещё один чувак. Закрываемся. Блок. И фигачим его нахуй веще. Три удара. Один труп. Эээээ. Это записки, ребят, просто бомба. Вы слышали этот плач в ночи? И, мне кажется, циклоп скорбита потери больше, чем сам король. Горе нам, когда скорбь превратится в ярость. Что? К чему? Зачем? Поверьте мне, будут такие записки, у которых текст будет уходить вниз, и вы даже не узнаете, что там дальше написано. Промотать их или прокрутить нельзя, прикидываете, да? Вот. Это вообще фантастика. Просто. Просто бомба. Ну а мы с вами бежим, собственно говоря, дальше Я постараюсь сейчас побыстренько все это пробежать Потому что, а, да, вот эта штука интересная Ну так интересно, так себе Ничего интересного, по-моему, что еще-то Это камень Камень, зайдем в инвентарь, я вам его сейчас покажу Он у нас вот здесь Наполненное сердце дракона И знаете, вот тоже У меня такой, ну вот маленькая такая претензия Но все-таки, вот возьмем мы топор Да, у него написано, простой добротный топор Но слишком тяжелый, чтобы размахивать им с изяществом То есть, никакое-никакое есть Описание, да, предмета И тут вот уже серенький, урон 62, там Сила 1,6, там, и так далее, и так далее, да Окей Но здесь мы описание не видим Мы читаем, в этом хрустальном сердце живая кровь дракона Если вы ранены, нажмите R, чтобы поглотить сердце И восстановить здоровье То есть, как бы, описания предмета как такового нет А вот это, если вы ранены, нажмите R Должно было бы вот здесь сереньким быть написано Как вот здесь, про меч, вот такая типа информация А вот здесь описание должно быть А здесь почему-то этого нет, ну дай бог с ним Как бы не критично Ну, у меня вот глаз зацепился за это, как бы Но не сказать, что это прям такая трагедия великая Убиваем чувака Блок, блоки, нафиг все эти блоки Тут все банально просто берешь и бьешь На топор, обратите внимание Меч она прячет очень клево в ножны Если бы это был меч На топор она получается Как это не обух, как это называется Вот это лезвие топора Она куда-то там в петличку свою Вот в эту вот петличку И лезвие топора как-то умудряется засунуть Ну, это просто талант вообще должен быть, конечно Чтоб так делать Король объявил храм запретной зоны Немедленно прекратите все работы без исключений Сарл Очень прям увлекательные записки Прям вообще бомбические Вот мы ради нее сюда зашли Зачем зашли, непонятно Так, чувак Вот этот чувак у нас стреляет Поэтому мы должны к нему быстро-быстро добежать Вот так перекувыркнуться А потом вот так вот взять И гать Все, готово Готово Они все не остаются трупики Они все куда-то исчезают Так хоп-хоп и растворились Как, что происходит Почему у них нету крови Ну, может быть, это как-то будет объяснено потом Сюжетно Я так и не нашел обоснования К тому, что они вот так вот Помирают Захватцы или там Все это неинтересно Все это не важно Так, на тебе, на Тут не надо никаких захватов Цель тут убивается Вот все вот так Вот так Все одним макаром Все вот так однообразно Предметы не рушатся, естественно Да, то есть если мы будем бить по банкам Ничего подобного не произойдет Никакие бочки не разрушаются Никаких предметов вы тут не находите Инвентарь до боли скудный Там чувак, он прячется Типа я его не замечу Ага Ну-ну На Ух, какой бомбический удар был Уровень персонажа повысился Окей Повысился Ну, собственно говоря, можем его и прокачать Ну вот А и не можем прокачать, да? У нас очки параметров два А тут, наверное, надо три очка параметра, чтобы прокачать Так что Курите бомбук, ребята Ждем третьего уровня Второй уровень у нас, к сожалению Ничего нам не дает Идем дальше Картинка еще раз Среднестатистическая Не сказать, чтобы плохая Не сказать, чтобы хорошая Девчонка у нас Аккуратней Ногами нельзя никого никуда отпинывать Там, допустим, можно было по вагонам пилить, к примеру, да, ногой Ну, нет такой функции в игре Куда деваться Иногда с этих чуваков падают штуки такие для прокачки оружия Их, короче, три штуки собираешь и можешь прокачать свое оружие слегка Вот Вот тут, кстати, обратите внимание Видите, типа такой жаровник, да, получается Там какие-то крюки То есть наверняка они там что-то плавят Или еще делают Типа плавильник, да, огонь какой-то Ох, как ты выскочил-то, а, говнюк несчастный На Собака Пес сутулый Чтоб ты сдох Ты и сдох, собственно говоря Вот Лесенки Подбегаем Е нажимаем Залазим Причем она залазит сама Я вот руку отпустил прям от клавиатуры Она сама ползешь Слава богу, хоть так Вон еще один чувак Типа не видно его, да Такой, типа У меня тут нет На 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 Вот Я вот обратил внимание на дорогу Во-первых, тут нехеровый такой жар Я думаю, ссуну туда руку Во-первых, это колесо Наверное, дохерище как раскалено Вот как мне кажется, да По температуре И ссувать туда руку я вообще бы не стал, да Ну, а девчонка у нас что Она с драконом будет биться Поэтому ей пофигу на все эти жар Там огонь И прочую херобору В гробу она видала все эти проблемы У нее руки Каменюки Вот так вот Руки базуки Бежим Я вот обратил внимание на вот эту жаровню Смотрите Сейчас покажу вам Забегаю я А тут тупо потолок Хе-хе-хе-хе-хе Тупо потолок И откуда получается огонь был Непонятно И на кой хер тут вообще огонь Непонятно Да и бог с ним Ээээ Идем дальше Чувак с нами опять бьется На-на-на Получи Оп, надо валить Оп, надо валить Этот чувак стреляет С ним надо аккуратней Ээээ Подкатились И давай бомбить вот так Смотрите, мы ни одну жизнь еще не потратили Ни одной Ни однюшеньки И ничего не подняли еще ни с одного чувака Ээээ Ты-ри-ри-ти-ри-ти-ту-ру-ру Песенки буду петь Ээээ Такая вот игра Так, тут, тут тактика простая Там их трое Один, который стреляет Нахер бы он нам нужен был в нас стрелять Вот, одного мы заманили, чувака Давай, иди сюда Опа, мочим его Заманили Замочили Давай, того теперь Иди сюда, полудурочный Все такой Ща, я тебя порву Давай, пари меня На, пей в щит Давай У тебя мозгов-то нет На, получи И этот чувак сейчас стрелять будет Хопа Хопа Собака Смотри, как он стреляет Вот этот говнюк три раза подряд А, ты говна кусок Иди сюда Где ты там Трешься Да, подходи ближе На тебе сейчас прокачусь вот так И, да чтоб тебя Смотри, кача Не, не, получи Все, завалили Вот тут с одного выпала вот эта вот херовина Видите, да Мы ее поднимаем Этот мерцающий осколок словно притягивает к вашему оружию Выберите оружие у себя в инвентаре Нажмите ее, чтобы улучшить его Его То есть мы выбираем оружие Железный топор И Е для улучшения Но Е для улучшения у нас сработает тогда Когда у нас этих херовин будет три штуки И у нас урон будет не 62, а 68 Офигеть Вот это бомбическая вещь просто Просто невероятная Просто что-то с чем-то 68 будет урон Вот это да Вот это просто колоссально Так, зайдем сюда в дверь Там какая-то очередная записочка должна А, там по-моему в сундуке какая-то шляпа будет лежать Шляпа какая-то, да Спейс Мы берем сундук Открываем инвентарь Вот здесь мы его находим Драконий осколок Ящик Соединить Взаимодействовать Взаимодействовать Там драконий осколок Хе-хе-хе Я ничего другого не ожидал от игры Так Вот, смотрите Возьми это в качестве оплаты моего долга Мне он все равно ни к чему К тому же теперь, когда безумный король Конфискует все осколки в пользу И Концовки нет, ребят Спасибо и на этом В принципе, неинтересно было читать Идем дальше Идем дальше Я думаю, вы уже понимаете, что это за игра И насколько она скудна И убога в моем понимании Да, может быть, конечно Может быть, я и не прав Может быть, она и нормальная игра Может быть, вы будете там меня ругать Если говорить, что я там, не знаю Не разобрался Мне еще что-то, ребят Но я в нее Просто физически не хочу играть Потому что она, вот, знаете Ну, ничего мне интересного не вижу Ни-чи-го Ни диалогов Ни-че-го Ни-че-го Там будет один диалог Там чувак скажет, короче Это Он Э-э-э Как он там? Че он там? Кузнец? Кузнец И он, значит, грубо говоря А он, по-моему, вот здесь и есть, кстати Сейчас мы к нему и забежим Мега крутой диалог просто Обратите внимание на Эпические просто Славосочетания фраз и Повороты речи Хе-хе-хе-хе Я ничего не знаю о таких, как ты Темные дни настали Не лучшее время путешествовать В такой дали от родных мест Что привело путника издалека В эти покинутые всеми залы Я здесь, чтобы убить дракона Уничтожить дракона Глупая затея Особенно после того, что произошло Между королем и циклопом С тем же успехом можешь просто броситься на меч Кто такой циклоп? Наш страж Или был таковым, пока король не предал его Теперь циклоп просто сидит и мечтает о мести На креллов ему теперь плевать Это, видимо, креллы Что случилось? Динная история Достаточно сказать, что циклоп хотел жениться На самой прекрасной дочери короля Но в итоге принцесса погибла из-за собственного отца И теперь король сошел с ума Спрятался от всего мира Прощай Хе-хе-хе, диалог Эй, бледная морда, слышь Эти жрецы-богохульники отобрали у меня самую великую ценность Чтобы создать фальшивого циклопа И дало поклонство чистой воды Но этот проклятый злобный голем, которого они создали, слишком силен для меня Хотя, если ты сможешь добыть для меня глаз голема Он мне очень пригодится в приковке оружия И это оружие я подарил бы тебе просто так Вот так вот Глаз голема надо добыть Естественно, никого журнала здесь в игре у нас, в принципе, отродясь нету Поэтому помнить вы должны все в уме Что вам глаз голема надо добыть Так, ну теперь давайте я добегу до камня Бежать довольно-таки прилично До первого камня здесь в игре Что прям не есть хорошо, конечно, на самом деле Потому что я первый раз играл, я один раз помер Я один раз помер Тут не открывается ничего Тут тоже ничего не открывается Зачем двери делать, если не открывается? Непонятно О, вот эта штука, она, конечно, такая прям Неприятненькая была Опа, не получи, два удара, блок Не получи, два удара, блок А он даже не попадает, по-моему, видите, он промахивается А мы его, в принципе, достаем Все, завалили Хи, вообще легко Легкотня Кто это, что это, ничего не рассказывается Никакой текстольки в игре нет Никаких бестиарек Что это за ЛПГ такая, которая ничего нет Тут темно, нет никаких секретных комнат Нет, откуда им тут быть Откуда им тут быть Персонаж прыгать не умеет Короче, вот так все сделано как-то, я не знаю Господи Ну, может, дальше какие-то миры будут интересные Бог его знает, что там дальше будет Может, какие-то боссы будут Супер-пупер невероятные какие Но пока что вот то, что есть Вот эти чуваки со временем станут жирнее Жирнее станут Собственно говоря, не получится уже в трех ударах убивать Надо будет убивать в четырех ударах Вот это да Представляете, какие сложности-то Давай, теперь ты Ударил Ох, он сразу два раза Прикиньте, да, кусок говна На, получи На, давай, блок тебе Кова, на Ну, тут прям это Ох ты, говно собачий На, получи На, на Так, я уровень еще один сапнул, да Во, прокачка, ребят Прокачка, смотрите А, надо же спейс нажать Я думаю, че Подтать очки характеристик нажать спейс Во Смотрите, сила С шестидесяти двух А, че, урон шестьдесят два Че? Шестьдесят два, двести, ноль, ноль А-а-а Вот я, смотрите, делаю на На, на десять Да, у меня урон будет шестьдесят пять Блок двести десять Защита два Что это такое? Вообще, непонятно, нифига Ловкость Тратят они у меня Сколько очков-то? У меня очков стоимость один У меня очков шесть А вот магия стоит три аж целых Прикиньте, очка А это по одному очку По одному Магия аж целых три очка стоит Офигеть Дает она на магическую защиту И немного какой-то защиты Что это все такое? Непонятно Я Пока с информацией Е Тоже ничего не говорит Окей Я не буду ничего Ну или давайте прокачаемся Че, че, нет Да, да Давайте прокачаемся Давайте в силу прокачаемся Что ли? Вот так Хова Сила прям Буду Да или че Или нет Или не в силу В ловкость может быть Что нам надо? Это уклонение Блок Уклонение 200 На что уклонение влияет? Хрен поймешь Здоровье Магию качнем? Да, магию качнем Вот так Хова Так, все Подтвердить Я буду Магичкой Хотя вроде как Не предрасположена К этому Ну да и бог Так, добегаем До первого камня Уже он где-то рядышком Здесь, ребятки Ну вот Я, естественно Это все дольше Потому что Я тут все читал Пока лазил Пока По всем этим Туда-сюда Влево-вправо Бегал Так, нам по-моему Надо вниз, да? А, там ворота открываются Не, нам их Не надо открывать Так, мы идем сюда С вами Идем сюда Идем сюда Тут у нас Дверь Чудо-дверь Вот И, собственно говоря Вот он, он камень Мы до него добрались Он у нас активировался И теперь мы, собственно говоря Можем с него Путешествовать Значит, куда мы можем Путешествовать? Давайте смотреть Ну, естественно Мы возрождаемся Вот для камня Естественно Куда раздеваться Можем в бункер Отправиться обратно Можем отправиться К той двери У которой мы начали Это путешествие Вот, в принципе Две локации То есть те два камня Которые мы с вами посетили Ну вот И теперь такой нюанс, ребятки Чтоб вы понимали О, сейчас будет какая-то бомбическая фигня еще Ну давайте, давайте, давайте Я вам циклопика даже покажу Чё б мне это-то? Чё б не показать циклопа? А, ты не хочешь так шевелиться, да? Тебе надо дверь открыть Окей, дверь откроем Нажимаем дверь и невероятная фигня происходит Хаккорный бабай Человек, вы не могли мне, говорит Дерево Чё, спысь на однажды что-то? Я давно скрываюсь здесь, маленькая воительница Скрывается, ты тут растешь, по-моему Избегая взора дракона Но я знаю твое прошлое, настоящее и будущее Точно так же, как я знаю, что сила камня миров находится в тебе Ты здесь, чтобы одолеть дракона Весьма амбициозная задача, учитывая ту бедграничную силу Которой он обладает Задача, с которой тебе не справиться без чужой помощи И, естественно, Дерево мне помогает Херачивает мне в руку какую-то херню, непонятно И я становлюсь, наверное, чуть-чуть магически одаренным бойцом, наверное Хрен знает Не сопротивляйся усикам, что будут жить и шевелиться у тебя под кожей Я дал тебе первый драконий камень Камень огня Осколок души дракона украден у него и обращенный против него Чё трепет? К чему вот это всё? Прими мощь камня, впитай в себя его силу И используй в своей борьбе А борьба будет суровой Три стража защищают дракона Три воина, наводящих ужас И каждый из них способен разорвать тебя в клочья И переломать кости Единственный способ добраться до дракона Миновать его стражей После того, как ты уничтожишь их Когда их тела и души будут повергнуты Только тогда ты сможешь предстать перед ним Только тогда ты сможешь заглянуть дракону В глазишки И содрогнуться от его огромной Внушающий ужас, мощи И наложить себе в штаны Иди же с моего благословения Я буду внимательно наблюдать за тобой Хоть я нахожусь в здании И нихрена отсюда не вижу Вот так вот У нас рука стала какая-то Невероятно крутая Ну, собственно говоря, мы идём с вами дальше Сейчас доберёмся до циклопа Он где-то тут рядыш Поглядим на него, посмотрим А, тут, кстати, можно присаживаться, по-моему, да? Как-то нет? Нет? Нельзя? А, вот, кстати, ещё фишка Драконий камни Тоже не важно, абсолютно Чё там? Чё кого? Щит поставил и убил Вся игра Просто на пробел жмём Он немножечко отскакивает у нас от врагов Так, тут у нас чё? Там инвентаря, тут ключ нужен Да, окей, ключа у нас нет Вот эта беготня Туда-сюда будет сейчас Ключ найдём, бежать обратно с этим ключом К двери Там ещё туда-сюда, ну хотя есть камни, конечно Они нас будут, наверное, переносить теоретически Куда-нибудь поближе Но всё-таки Всё-таки Внизу у нас появилась третья полосочка Внизу-слева, видите, да? Это камень, тот самый Он у нас набирает там мощь какую-то, да? И мы теоретически будем набрав мощь У нас топор будет становиться красным И мы будем херачить с удвоенной силой Короче, всех вражин Ну вот Теперь мы куда-то сами поднимаемся наверх Вы уж простите меня Я так, наверное, поношу эту игру, да? Как-то может быть неправильно Но, блин Ну я почему-то так говорю Потому что я от RPG здесь ничего не вижу А разработчики, ну как-то так акцентировали Что это RPG Не то, чтобы акцентировали Просто это указано, скажем, в игре, да? Что это ролевая игра Я такой, где, чё, в каком месте она ролевая? Для меня эталон ролевой игры Это пиларцев паттернити 2 Это эталон просто Он настолько круто сделанная игра По всем параметрам Абсолютно по всем В принципе, нет ничего Лишнего в игре Здесь же От RPG вообще ничего нет Так, сохранились мы здесь, собственно говоря Ну и погнали дальше Так, тут у нас бой Вот с этой хероборой Ну вообще у него как бы штука такая Я, короче, к нему за спину вот так прокатывал За спину к нему И за спиной я прям его бил Прям душевно вообще от души Надо как-то так вот прокатиться Так я не знаю, чтобы Блин, наверное не получится, да? он меня щас убьет короче кусок говна может я его убью нет я его убил низкий уровень здоровья а чё не убил его что еще воу 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 слышь братик ты меня не бей так сильно так надо выпить дракониум пока мы ее пьем он стоит ждет такой конец наконец-то другое обхлебни немного не пипец но как так то я стою пью стоит ждет пока я выпью вот добежали бы сами до циклопа невероятно страшного так тут нам надо что нам надо но она сейчас убьет убьет почему потому что смотрите мы сейчас будем крутить эту штуку он там просыпается такой типа что происходит кто это там такой он говорит ща я дойду и заварю тебя так зацепили и мы должны бежать 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 а мы прям успели смотри-ка нифига себе короче ну вот сюда вот за да что ты меня бьешь то слышь на получи циклоп полез к нам сюда ничего не умер что ли на кусок говна вот драконика ваш драконий камень переполняет силы энергия этого древнего артефакта сияет течет по руке вашего персонажа чтобы применить мощь драконьего камня нажмите капс а давай я не думаю что мы на нем применим мощь драконьего камня правильно наверно на каком-то надо существе применить я думаю мы его убьем попозже там чем-нибудь выдернем у него глаз и у нас лепнет и будет бегать по комнате мы свалим от него куда-нибудь вот давай вот этого завали ты зачет и печет капс капс и чё произошло и непонятно что произошло то ты чё там хочешь меня ударить чем-то что на тебя потушить поближе вот так тебя все мимо все мимо на просрал весь драконий камень ага чё не попал по мне хора на получили кусок говна это не куски говна здесь бегают так так а чё-то ничего там не то вот но посложнее они конечно стали противники ребятки безусловно этот чувак сейчас на нас будет нападать ну и да пойдем пойдем с тобой подеремся мы там еще уровень получили по ходу дела да чё ты будешь бить нет он так не бьет он хитрый хитрый жук открылся получи просто закликаем сейчас тебя на 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 броня блок тут можно как-то контурдары делать я даже не вникал абсолютно чё как потому что не охота мне вот в ней играть тем более он она сейчас убьет и я вам покажу в принципе эту штуку давайте наверно да чтоб уже с ней познакомиться мы ребятки сами умираем это последний нюанс игры по сути может быть там еще какие-то нюансы в дальнейшем будут бог кого знает но в общем вот такой вот нюансик ребятки сейчас я вам ее расскажу естественно мы воскрешаем у последнего драконьего камня вот так воскресли а окей так каждый раз когда ваш персонаж умирает он становится на один год старше в молодом возрасте силы бла 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 короче как вы помните ей было 18 лет теперь она умерла прошел год видимо она воскресла ей стало 19 лет и таким образом персонаж будет жить херу кукуеву годов годов я не знаю сколько лет он так проживет но как минимум 80 ребятки потому что на 20 годах у нас откроется особенность на 30 еще одна на 40 еще одна на 50 еще одна на 60 на 70 на 80 все это будет открываться там прям выбор будет не то что прям какая-то определенная выбор сможете выбрать что-то что-нибудь такое или эдакое вот но на выбор по моему штуки 3 всего было а давайте посмотрим я вам че я вам покажу мне же мне же не не впадло вам показать то правильно давай вали меня кстати драконьи камни вот видите да один он вернулся и ну собственно говоря восстановился и в процессе игры мы наверное будем находить новые драконьи камни и они будут также восстанавливаться то есть у нас их будет например шесть штук и они все шесть будет восстанавливаться мы сможем уже пройти соответственно дальше выпивая их ты бить меня больше или нет ты че тормозишь ну давай последний удар красавчик молодец это было не сложно так восстанавливаемся опять у камня а там не драконьей камень драконья кровь по-моему да называется херобор это вверху слева который жизненно восстанавливает так тут непонятно чем мы падаем не знаю видимо так должно быть вот 10 лет произошло и мы получили прокачку прокачку нажимаем сюда тычем грубая сила а и все что погоди чё чё а это я тупанул да блин я протупил короче вот чутка если отмотаете назад да у меня там хе-хе-хе я думал это этот обучение было короче там было три варианта на выбор три кружочка я просто пробил нажал и автоматом выбрал грубую силу ну ок ок вот вообще их там было три варианта ребятки три выбирайте какой вам больше нравится вот и собственно говоря вон вас будет но ничего ничего интересного растущая сила мышц придает дополнительную разрушительную силу вашим атакам повышая урон наносимое оружие то есть мы мы вот тут вот меч прокачиваем повышаем урон тупо прокачиваем тут силу повышая урон тупо и получаем вот эти херовины получая прокачку опять же повышение урона тупо ничего никакого разнообразных перков уникальных да вообще ничего нет абсолютно это это такая куцая прокачка господи боже мой в общем вот такая вот игра ребятки я ее с удовольствием сейчас удалю вот и больше не буду в ней играть никогда хе-хе-хе на вами сняются такие игры а кстати да вы заметили да наверное когда вы возрождаете когда возрождается эти чуваки тоже возрождается то есть вам придется прорубаться по новой среди всех их вот этих вот чуваков по новой бежать прорубаться слава богу что тут хотя бы эта дверь открыта слава богу но ведь этот чувак тоже живой и другие можно конечно их принципе пробежать попробовать вот так да и типа с ними не сражаться я но они наверное дают тебе уровень прокачку там и так далее ну короче вот такая вот игра ребятки все на этом я заканчиваю спасибо что смотрите подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии всем спасибо всем пока